Теперь точно настоящая принцесса. Десятилетняя жительница Челябинска София Ирхужина прошла всероссийский кастинг и теперь сыграет роль в проекте Диснея, короткометражном альманахе под названием «Счастье – это». Победу юной Челябинки принесло видео, которое она записала специально для конкурса. На нем София предстает перед зрителем сразу в двух образах царицы сказки Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях и ее бессменного советчика «Зеркало». Уровень актерского мастерства девочки оценили Владимир Граматиков, Федор Бондарчук и Андрей Мерзликин. Теперь школьнице предстоят съемки со знаменитыми актерами и другими любителями, победившими в других номинациях конкурса. Дата выхода короткометражек назначена на март следующего года. И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» София Ирхужина, победительница всенародного кастинга и кинокомпании Walt Disney S&G и ее папа Вадим. Здравствуйте, очень приятно видеть вас в нашей студии. София, вот расскажи мне, пожалуйста, когда ты узнала, что ты стала победительницей? Как ты отреагировала на это? И вообще, как ты узнала об этом? Узнала я от мамы. Я просто шла из школы, и мне она позвонила, сказала, что будет какая-то хорошая новость. То есть изначально я вообще не знала. И только когда я пришла домой, она, прыгая от радости, мне рассказала, что я победила. Мне просто сложно представить вообще такой масштаб работы серьезной тебе предстоит. Как вы готовитесь сейчас, морально настраиваетесь вот на на это событие большое? Ну, морально настраиваемся практически каждый день, но тут и сильно расслабиться не получается, потому что школа, занятия в театральной студии, занятия английским языком. Вот стараемся побольше заниматься сценической речью, чтобы хорошо сыграть роль. Скажи, пожалуйста, одноклассники твои уже тоже в курсе наверняка событий. Как они отреагировали на эту новость? Да, не в курсе. Один мальчик у меня в классе, его зовут Слава Серегин. Он смотрел телевизор на канале Дисней, и тут меня показывают. И он сказал, что он чуть со стула не упал. Еще есть мальчик Миша с Базулин. Он мне написал, сделал ссылку с какого-то сайта, с этой новостью, и спросил это я, но я ответила, что да. Ну, как-то изменилось к тебе отношение, может быть, тебя зауважали как-то больше в классе, нет? Да нет. А ты себя как-то по-другому, может быть, стала чувствовать? Да нет, все так же. Но ты не случайно, правда ведь, оказалась на этом кастинге. Почему вообще пришла идея, это вопрос к родителям уже, конечно же, принять участие в таком кастинге? Все-таки грезите актерским будущим ребенка? Да, потому что Соне очень нравится именно актерское мастерство, и она хотела сниматься в кино. Первую роль мы уже сняли, свой фильм сняли «Зачарованная аллея». А потом вот стали принимать участие в всевозможных кастингах, у нас мама этим занимается, подыскивает всевозможные проекты, где что проходит. На премии Андрюша она у нас выступила, попала в Золотой фонд. Ну вот и на другие конкурсы. Не боитесь обрекать ребенка своего? Вот это все-таки такая сложная ведь работа актерская. Ну вот сложная актерская работа мы заметили, конечно, после того, когда пришлось ей записывать интервью после победы в конкурсе. То есть мы теперь уже видим, что это немножко бывает и сложновато, но мы настраиваемся, уверенно смотрим. Как камеру видит, сразу выпрямляется, сразу другой человек работает на камеру. София, что тебя привлекает в актерской профессии? Почему ты хочешь связать свою жизнь с этим? Ну я даже не знаю, мне просто это очень нравится. И сейчас у нас в нашей студии есть спектакль. И там несколько разных. И сейчас у нас репетиции не того, в котором я участвую. И когда я прихожу домой, мне просто хочется что-то сыграть. Поэтому... А актерские способности рано у Софии вообще проснулись вы? Рано. Она у нас такая малявочка была, и она свои кукольные спектакли устраивала. Ставила гладильную доску, расставляла куколок, пряталась и вот одевала на руки себе всевозможные фигурки. Козликов, медведей. И показывала нам спектакли. Выступала. Сейчас, какие у вас... План действий какой? Как вы собираетесь реализовывать, собственно говоря, вот эту идею? Как будете действовать дальше? Сейчас у нас пока период ожидания. В течение семи дней должны сообщить и обсудить даты начала съемок. А потом уже будет видно, как нам уже дальше что строить. Потому что у нас и с отдыхом сейчас пока все в подвешенном состоянии. Потому что основное сейчас для нас это съемки этого фильма. Много было претендентов на эту роль? Соперников у тебя много было? Ты следила за ходом? Да, соперников было очень много. Именно в детском человек 400. Самая была большая номинация, где было больше всего участников. Не страшно тебе, София, теперь? Нет, мне не страшно. Ну что ж, в добрый путь. Желаем тебе удачи. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» была София Ирхужина, победительница всенародного кастинга и кинокомпании Walt Disney S&G. Йопопа Вадим. У меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся на СТС. До свидания. СТС. До свидания.